Добрый день! Возрастной пик 55-75 лет, преимущественно мужчины, надскладочный отдел поражается чаще всего 56% случаев, складочный отдел 41% и на подскладочный отдел приходится 2,5%. Строение гортани достаточно сложное. Гортань представляет из себя орган, состоящий из хрящевого скелета, который соединен фиброзными связками и выслан слизистой оболочкой. Большинство из этих хрящей достаточно крупные и при МР-диагностике они хорошо визуализируются. Это надгортанник, это щитовидный хрящ, черповидные хрящи и перстневидные хрящи, соединенные между собой фиброзными связками и покрытые достаточно протяженной, большой по площади слизистой оболочкой. Стоит отметить, что в связи с тем, что строение гортани включает в себя так много тканей, включая еще и мышечную ткань, которая помогает сокращаться голосовым складкам, классификация опухоли гортани, поэтому также очень сложна и очень обширна. Вот видите, нам представлено здесь четырех толцов. Это эпителиальные опухоли и опухоли мягких тканей, опухоли костной, хрящевой ткани. Были редко встречающиеся опухоли. И для того, чтобы разобраться в таком большом количестве опухолей, конечно, помощь гистологов необходима, но с помощью МРТ мы тоже попытаемся в этом всем разобраться. Надо отметить, что несмотря на все вот это многообразие, 98% опухоли гортани приходится на плоскоклеточный рак. И всего лишь 2% это опухоли все остальные, поэтому мы и говорим здесь о том, что это опухоли редко встречающиеся. Что же характерно для плоскоклеточного рака гортани? Ведь для того, чтобы отличить другие виды опухолей, нам нужно знать классический вариант, вот именно те самые 98%, с которыми мы чаще всего встречаемся. Во-первых, это гомогенное снижение интенсивности сигнала на Т2 взвешенных изображениях. Как у данного пациента, правая голосовая складка незначительно утолщена и характеризуется сниженным МРС-сигналом, причем все изменения затрагивают всю толщу складки до пластины щитовидного хряща. На Т1 взвешенных изображениях также гомогенное снижение интенсивности сигнала с нарушением дифференцировки структур горта складки и, в частности, хорды. При внутривенном контрастировании такие опухоли характеризуются активным накоплением контрастного препарата, что мы здесь вот и увидим. Самое главное – это визуализация слизистой оболочки. Это наша основная задача. Чаще всего мы ее видим на Т2 взвешенных изображениях и наиболее ярко, наиболее отчетливо на Т1 взвешенных изображениях, где она представлена в виде яркой гиперинтенсивной полосы толщиной порядка 1, максимум 2 мм, повторяющей анатомический ход всех структур гортани. У данного пациента мы проследить ход слизистой оболочки можем фрагментарно. На одном-трех часах условного циферблата визуализация пропадает, визуализируется узурация контура свободного края голосовой складки и такой некий эффект плюс ткани, который вдаётся в просвет гортани. Как раз именно здесь локализуется опухоль, и именно вот так классически мы ее и видим. Для опухоли гортани плоскоклеточного рака характерен очень стелющийся тип роста. Строение гортани достаточно анатомически сложно, оно рельефно, поскольку вестибулярными и голосовыми складками гортань делится на три основных отдела. Это вестибулярный отдел гортани, преддверие, желудочек гортани и подголосовая полость. Слизистая оболочка выстилает ее, и опухоль стелется по ней, повторяя все изгибы анатомические гортани. И вот такой вот характерный тип роста, по типу вьющегося плюща, который охватывает данную ситуацию стены дома. Как же это выглядит на МР-сканах? Все наши отделы гортани. И как раз у данного пациента визуализируется опухолевый инфильтрат, который послушно повторяет по ходу слизистой оболочки контуры и голосовой складки, и желудочка гортани, и вестибулярной складки достигает основания гортаника. На аксиальных срезах хорошо визуализируется кратерообразный дефект, что очень характерно для данных опухолей, язвенные дефекты. И, пожалуйста, обратите внимание, вот этот яркий гиперинтенсивный ободок, который мы видим по краю дефекта, это не является слизистой оболочкой. Об этом нам говорит узурация контура вот этого вот гиперинтенсивной полосы, которая говорит о том, что это скопление слизи по фибриновой выстилке вот этого кратера. Не надо ее путать со слизистой оболочкой. Вообще для опухолей гортани, для плоскоклеточного рака не очень характерен агрессивный тип роста, деструктивный. И такие ситуации встречаются, когда выполнены уже все анатомические пространства, и опухоли дальше просто некуда двигаться. Как у данного пациента, обширный опухолевой процесс, выполняющий весь просвет гортани, даже вынуждены были наложить трахеостому из-за того, что нарушено дыхание. И на аксиальных срезах визуализируется полностью тотальное замещение всей слизистой оболочки опухолевыми массами, что приводит к дальнейшему деструкции хряща гортани и выхода процесса в окружающие мягкие ткани. На Т1-звешенном изображении выявляется такая вот прерывистость контура, ампутация контура перстневидного хряща и потеря его контура на фоне гомогенных опухолевых масс. Для плоскоклеточного рака гортани очень характерны ранние лимфогенные метастазирования. У данного пациента визуализируются лимфоузлы третьего уровня, что характерно. Характерны обширные зоны центрального некроза. Когда мы видим такие лимфоузлы, сразу же возникает подозрение на то, что у пациента именно плоскоклеточный рак. Теперь вооружившись этими знаниями, подскептическими взглядами гистологов, мы будем пытаться доказать, что мы можем отличить плоскоклеточные раки от того самого 2% случаев, когда они таковыми не являются. У данной пациентки верифицированы мелкоклеточные нейроэндокринный рак гортани. Как раз та самая локализация, о которой говорили, это верхний отдел гортани, это основание гортаника. Обратите внимание, опухоль не имеет характер стелющегося, нет стелющегося типа роста. Все-таки она имеет вид узла. Нет тропности к прилежащей рядом слизистой оболочке желудочка гортани и подлежащей голосовой складке. Это инфильтративный узел. Если мы попытаемся найти условный центр опухоли, то он приходится явно на мягкие ткани, не на хрящ над гортанника. Несмотря на небольшие размеры опухоли и наличие рядом вроде бы такой вот тропной ткани, тем не менее выявляется деструкция хряща основания над гортанника без какой-либо попытки распространения по ходу слизистой оболочки. На аксиальной плоскости гомогенные соленого строения массы с нарушением визуализации контура хрящей гортани. При внутривенном контрастировании выявляется относительно низкое накопление контрастного препарата в структуре самой опухоли и прослеживается контур неизмененной слизистой оболочки. Она как бы подныривает под слизистую оболочку, она не истелится по ней, а идет по собственной пластинке слизистой оболочки. И таким образом саму слизистую, интактную, возможно проследить на постконтрастных изображениях. Обратите внимание на эту пациентку, поскольку именно на ее примере мы хотим в дальнейшем продемонстрировать всю преемственность всех типов лечения в онкологии для пациентов данной группы. У данной пациентки также имеется секундарное поражение лимфатических узлов. Обратите внимание, что структура лимфоузлов солидная, нет участков некроза, несмотря на то, что лимфоузлы достаточно крупные, что так вот характерно для плоскоклеточных раков. Хотелось бы остановиться еще также на нескольких редких случаях гортани для сопоставления, для сравнения их. Здесь уже диагноз стоит, да, хондросаркома у пациента. Вроде бы все то же самое. Визуализируется опухолевый узел, который выполняет весь просвет гортани. Пациент рахеостомирован. Но если вычислить условный центр данной опухоли, то он приходится на контур перстневидного хряща. Таким образом, уже предполагаем, что, скорее всего, источник это является хрящевая ткань. На Т1-звешенных изображениях гомогенное снижение интенсивности сигнала с нарушением визуализации контура хряща. И на постконтрастных изображениях активное накопление контрастного препарата в структуре опухоли. И можно проследить контур слизистой оболочки, который остается интактной. Опухоль просто деформирует просвет гортани и оттесняет слизистую оболочку влево. Несмотря на достаточно крупные размеры опухоли, лимфоузлы не увеличены, нет секундарного поражения, что неудивительно. Для сарком все-таки характерно более гематогенное метастазирование, не лимфогенное. И визуализированные нами лимфоузлы имеют такую классическую бобовидную форму с наличием жировых включений в области ворот, что дает нам возможность с точностью сказать, что поражения лимфоузлов здесь нет. Поэтому это и дополнительный маркер, который позволяет предположить о том, что это не эпителиальная опухоль. И последний пример. Хондросаркома – это уже пластина щитовидного хряща. Крупная опухоль, которая характеризуется очень высоким МР-сигналом на Т2-звешенных изображениях, что не характерно для эпителиальных опухолей. И структура не гомогенная за счет наличия многочисленных гипоинтенсивных включений. Опухоль деформирует просвет гортани. Пациент также трахеостомирован. Слизистая оболочка представляется интактной. Обратите внимание, как это выглядит на сагитальных срезах. Хотелось бы сразу обратить внимание на то, что сама визуализация у таких пациентов, к сожалению, очень страдает. Пациенты трахеостомированные. С трахеостомой им очень сложно лежать в вынужденном положении, когда голова немного запрокинута назад, как требуется для исследования. И поэтому добиться красивых картинок порой очень сложно. К сожалению, мы должны работать именно с тем, что есть. Т1-звешенное изображение более чувствительное. Тем не менее, гомогенное снижение интенсивности сигнала без какой-либо дифференцировки хрящей гортани. На Т1-звешенных изображениях хорошо визуализируется прерывистость контура пластины щитовидного хряща с явной ее ампутацией на уровне опухолевых масс. При внутривенном контрастировании активное неравномерное накопление контрастного препарата с наличием гиповаскулярных включений в центре. И если поиграть контрастностью, отчетливо визуализируется контур неизмененной слизистой оболочки в виде яркой гиперинтенсивной полоски. Она не изменена, следовательно, диагноз напрашивается сам собой. Спасибо за внимание.